Всем привет, с вами Сейлор, и сегодня на моем канале небольшой гайд. Из сегодняшнего гайда вы узнаете, как построить самолет или планер в игре Гарри Смут. Приступим. Ну, для начала мы можем создать новую игру. Выбрать карту, начинаем игру. Так, отлично, игра у нас загрузилась. Опять эти подсказки. Я думаю, у меня сейчас будет плохо слышно. Надо настройки пользоваться. Так, все, это гораздо лучше. Начнем, пожалуй, с планера. Надо для начала выбрать основу для планера. Треугольники вообще отлично похожи для планеров. Даже похоже на планер. Потому что это треугольник. Так, все, отлично, взяли треугольник. Теперь надо заставить его парить. Для этого нам нужны ховерболы. Устанавливаем кнопки. Кнопки уже стоят. Так, я промотаю процессы того, как я буду устанавливать. Так, отлично, мы установили ховерболы. Теперь наш планер должен парить. Да, отлично, наш планер парит. Так, дальше мы должны обеспечить ему движение вперед-назад. То есть сейчас у нас может летать вверх-вниз. Теперь вперед-назад. Так. Все, теперь... Это я тоже промотаю. Так, отлично. Трастира я тоже установил. Так, с помощью них наш планер будет двигаться вперед-назад. Так, все, отлично. Теперь... Да, он двигается вперед-назад. Я управляю единственным упадом. Отлично. Теперь нам нужно обеспечить ему повороты. Эту часть я не буду проматывать так, так как это важно. Первое. Нам надо взять те же самые трастеры. Теперь ориентируемся. Я буду ориентироваться по нумпаду. Ну, точнее, я уже знаю, как ставить. А вот вам будет не так легко. Новичкам особенно. Смотрите. Мы сейчас стоим слева. На нумпаде, если ориентироваться, то это четверка. То есть у нас слева. От шестерки. То есть я 4-6-8 дал мне управление. Это вперед-назад-право-влево. Значит, нам надо ставить в обратном порядке. Мы ставим на четверки. Значит, ставим 6-4. Все. Трастеры. Теперь, как надо работать, надо уменьшить у него силу. То есть у него слишком много. Ее будет крутить, он будет направляемый 2,5. Думаю, то, что у нас для него может, конечно, попробовать. 5 тысяч для него поставить, но это, мне кажется, много. Так, отлично. И недостаток управления не должно теперь быть. Первый трастер готов. Теперь нам нужен второй, чтобы лучше поворачивался. Теперь снова же ориентируемся по нумпаду. Мы ставим на шестерки. Значит, ставим 4-6. Отлично. Так же надо со всеми кнопками делать. Так. Все. Трастеры готовы. Вперед. Назад. Право. Лево. Так, конечно, там что-то разворачивается, но зато не будет. Так. Так. Все. В принципе, планер у нас готов. Готов. Готов так же, как и я. Не, здесь у него кросс, куда делась моя рука. Он ее оторвал. Ладно, не будем печалиться насчет руки. Все, планер готов. Теперь можно на него установить кресло или камеру, чтобы не экспериментировать на себе. Я, пожалуй, выберу второй вариант, так как с креслом все по внутренней, да и не хочется мне на нем летать. Так. Мне нужен... Ну, а камера. Камера, камера, камера. Ставим кнопку. Ну, да, вот так вот. Нормально. Я на звездочку поставил. Выставляем, кстати, камеру убираем. Ставим галочку на туру. Это нужно для того, чтобы камеру можно было сварить или переносить ее с помощью... Просто переносить ее, короче. Я не помню, как называется эта вещь. Физик... Физикган? Да, смотри, физикган. Физикган. Да. Так, лучше. Так. Теперь установим ее, где нам ее надо. Я, пожалуй, поставлю ее вот так, как от третьего лица, чтобы видеть весь планер. Теперь выбираем, куда она должна смотреть. Щелкаем. Все, камера установлена. Теперь выбираем сварку, чтобы она не осталась на месте, а полетела вместе с нашим планером. Так. Да, отлично, все. Переключаемся на камеру. Так, ну, планер готов. Я убрал эффекты. Еще, мне кажется, я криво поставил трастера. Сейчас мы это исправим. Надо полететь. Так. Да, мне кажется, я спереди криво поставил. Да, вот из-за чего непорядок с управлением я криво поставил трастера. Но, ничего страшного. В принципе, планер я вам уже показал. Теперь приступим к самолету.